Мы этого ожидали, в принципе, да, то есть блокировка интернет, сейчас издание идет массированное, мощнейшее. Сейчас вот звонили наши некоторые коллеги, друзья из республиканских телеканалов, которые присутствовали на антивразийском форуме, снимали это мероприятие. То есть им уже позвонили сверху, сказали, что ни одного сюжета, ни одной информации в республиканских ТВ не должно быть. То есть некоторые отдельные, скажем так, прокремлевские и шовинистически настроенные, управляемые отдельными манкуртами, есть сайты, да, типа Республики, Зоны Кизет, они сейчас выдают такую информацию, что это как бы балаган был или что-то еще. Я думаю, что это продуманная, целенаправленная акция против тех, кто выступает против Евразийского союза в первую очередь. То есть давление шло, мощнейшее давление. Я считаю, что то, что вообще форум прошел, даже в таком формате, он, в принципе, стал победой для организатора. Почему? Потому что даже ездили по всем типографиям, мы элементарно не могли напечатать простые баннеры в типографиях, да. Отказала гостиница Holiday Inn. То есть накануне вечером в 10 часов у них неожиданно сломалась пожарная система безопасности. То есть я думаю, что колоссальное давление шло. Я думаю, что и будет дальше это продолжаться. Что касается блокировок СМИ, я думаю, что вот была блокировка онлайн-трансляции во время онлайн-трансляции. Был заблокирован сайт jamauzin.net, мы перекинули его на второй адрес. То есть второй адрес тоже был заблокирован, на третий адрес. Еле как мы это все все равно, благодаря технической поддержке, мы провели онлайн-трансляцию. Шла трансляция в других ресурсах. В принципе, я думаю, что информация все равно ушла. Мы будем готовить сейчас спецномер. Газета Жасалаш будет давать, газета Дат, журнал Адамбол, наша газета. То есть мы все равно информацию, несмотря ни на какие блокировки, несмотря ни на какие козни, мы в любом случае информацию до общественности, до народа, до тех, кто поддерживает наши позиции, мы все равно донесем. И я думаю, что антиевразийский форум в этом плане, судя по отзывам людей, по отзывам экспертов, простых активистов, он прошел очень даже хорошо. Власть настроена подписать договор о Евразийском союзе. Назарбаев открыто выступил, что нельзя переносить даты, что 15 мая в Астане будет подписание этого договора. И власть сегодня уже никуда не денется, она будет подписывать. Я думаю, что, возможно, идет и давление из Кремля. Возможно, вот некоторые блокировки, в частности, блокировка сайта Азаттык, меня сильно удивляет, потому что наши власти практически никогда не блокировали этот сайт. И, честно говоря, вот материал на сайте Азаттык, вот особенно в казахской версии, он очень даже не совсем лучший материал, можно сказать, об антиевразийском форуме. Но, тем не менее, раз его блокируют, хоть какую-то информацию, если блокируют, я думаю, что к этому, возможно, причастны и российские, какие-то технические, техническая поддержка, да, российские хакеры или, возможно, это идет из Москвы. Потому что у нас сайты же Маузен сервер находятся не в Казахстане, но находятся в Европе, и она тоже блокировалась. Я не думаю, что, возможно, и Казахстан причастен к этому, казахстанская какая-то техническая часть. Но, в частности, я думаю, что к этому больше причастны российские хакеры, эксперты в этой части. То есть, я думаю, что, конечно, власть не будет поддерживать, она не поддерживает, и она настроена на подписание Евразийского союза, потому что некуда им деваться. Понятно, если Назарбаев не будет подписывать это соглашение, его, возможно, постигнет та же очередь, что и Лукашенко когда-то было, когда он выступал против, то есть были показаны документальные фильмы, «Крестный батька» и так далее. То есть, если учитывать, что Казахстан находится под полным информационным колпаком России, это будет чревато и для Назарбаева. Есть и другие моменты, мотивы. И в этом плане, конечно, руководство Казахстана поддерживает подписание, и она выступила против этого антивразийского форума. Но, тем не менее, мы провели, и мы на этом останавливаться не собираемся. Мы в ТС ничего не добились абсолютно. То есть, мы только потеряли в экономическом плане, в социальном плане. А вступление в Евразийский экономический союз, это грозит потерей независимости Казахстана. Сам Назарбаев в ГАГе выступил, что там ни на йоту не уступят независимость, но, тем не менее, он уже признал, что Казахстан отдает экономический суверенитет над национальным органом. А если учитывать, что Назарбаев всегда выступает, сначала экономика, потом политика, это означает априори, что если Казахстан отдает экономический суверенитет, то постепенно и он сдаст политическую независимость. То есть, в этом плане это чревато, это угроза нашей независимости. Практически все эксперты, все выступающие на антивразийском форуме в один голос выступают за то, чтобы не вступать в Евразийский экономический союз. То есть, тем более на том фоне, что творится сейчас в Украине. То есть, произошла аннексия Крыма, сейчас идет аннексия восточной части Украины. И это показывает, что Россия реально сегодня является страной, государством-агрессором. И в этом плане мы не должны интегрироваться с этой страной и считать, что никакой угрозы от вступления Казахстана в интеграционный проект Кремля нет. Это будет большой глупостью. Все абсолютно собравшиеся, большинство, скажем так, из собравшихся на антивразийский форум, они единогласно выступали за проведение митинга, за продолжение акции протеста. То есть, это было видно и по атмосфере, и по выступающим. И мы готовы поддержать это начинание и продолжить. Мы уже выступали, что антивразийский форум – это лишь первый шаг наших акций протеста. То есть, если сейчас мы будем ждать реакции власти, если никакой реакции власти не будет, то есть, тот же день, скорее всего, день подписания, возможно, раньше, день подписания или раньше, мы будем проводить акцию протеста. То есть, мы будем, естественно, подавать заявку в Акимат, мы не будем идти за кинотеатр Сарарка, мы будем в центре города протестовать, то есть, будем подавать. Если откажут, мы все равно будем выходить на площадь.